Бал, который не похож на традиционный. Самое главное отличие, в нем участвуют только супружеские пары. Василий и Анна или иных в первый раз открывают для себя это мероприятие. Супруги в браке уже 8 лет, воспитывают двоих детей, поэтому ценят каждое мгновение, проведенное вместе. Да и закружиться в танце частенько просит душа. Нам было немножечко проще, чем остальным людям, наверное, потому что занимаемся фотографией, есть наряды, и как-то вот в этой сфере работаем. А почему? Ну, интересно. Интересное мероприятие. Это же лучше, чем как сейчас уходят в клубы. Не умеете танцевать – не беда. Организаторы позаботились и об этом. Вас научат кружить в вальсе, красиво исполнять полонез прямо здесь и сейчас. Это тоже одна из фишек рождественского балла, который уже проходит в Бобруйске в пятый раз. По словам организаторов, зарегистрировалось 25 пар, однако пришло 35. Этот факт еще раз подчеркивает популярность мероприятия. Подобрали танцы очень простые, очень эмоциональные, так, чтобы пары могли раскрепоститься, так, чтобы семейные пары могли почувствовать себя ближе, почувствовать вот эту атмосферу балла и атмосферу Рождества, атмосферу праздника, добра, тепла. Нельзя не отметить, что бал проходит под патронажем благотворительного фонда «Открытые сердца», главная задача которого – сохранение традиционной семьи. Ведь это неоспоримая базовая ценность, которая хранит в себе культуру личности и духовную нравственность. Мы в 2013 году, у нас такая появилась мысль, сделать балы для наших волонтеров, которые занимаются защитой жизни семьи. И мы поняли, что этот формат общения людям очень нравится. Вот, супруги проводят время вместе, с большой благодарностью потом отзываются по этих баллах. Но достаточно слов. Небольшая репетиция и пары закружились в танце. По самым строгим канонам первый танец – полонез. Был и вальс, и пасадобль, платье в пол и фраке, живая музыка и живой огонь в глазах у всех без исключения. Очень интересно, совершенно другие эмоции и чувства. Это что-то новое. То, чего мы не имеем в повседневной, в обыденной жизни. Я считаю, что это нужно внедрять, и такие мероприятия нужно проводить. Очень нравится. Я здесь первый раз. Друзья пригласили. Необычный опыт. Вообще, первый раз в такой обстановке нахожусь. Праздничный. Поэтому все очень хорошо организовано. Очень рада, что мы здесь сюда попали. Праздничная традиция пусть еще только начинает писать свою историю в Бобруйске. Но уже можно точно сказать, это красивое и атмосферное событие претендует на высшую категорию эстетического наслаждения. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.